Бойтесь донайцев 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 из интернета значит то что у них это что интернете в интернете все такое красиво смотрите на эту красоту внимание смотрим на верхнюю часть вот провожу черту видели смотрим и что мы видим внимание мы видим вот это вот маленький такой вот маленький маленький такой и вот еще один маленький листик смотрим ниже он же он он же он ловкость рук я ничего не придумал вот этот лист это он же он а вот этот игрушка красивая спор нет а вот это вот на нее наехала немножко закрыла листик а это он он смотреть глаза вы кого дурить это данном случае меня но еще и тысячи людей которые вам поверят еще раз говорю этот тон потому что вы присвоили мои фотографии дойдем до нее и так переходим ко всем ну вот так вот начали с груш отлично груши вот где выбрали эти груши эти фотографии у себя в саду сделали нету васада нету сейчас я вам объясню как это делается итак смотрим внимательно но все начнем самое крутого обмана колновидная вот они колновидные груши внимание так которую мы рассматривали вот она за четыреста семьдесят рублей меня всегда удивляет 57 копеек ну как же как же без этого то 57 копеек это какая точность и так с ней все ясно это листик этот листик это груша это груша это взяли к верхней части очень опытный красиво даже не догадаешься а они а вот и где граница того же его деревца растет вот она и вот она деревца растет ровно пополам разрезали не ну поаккуратно разрезали так что вот из двух половинок составили это все покупайте а рядом что давайте смотреть дальше я сейчас чуть-чуть возьму назад сдам есть такое выражение сдать назад кладовая вот кладовая теперь и все таки наверное нет я еще не разобрался колновидными я железо утверждаю колновидный груш на планете нет ни одной вообще нет вот все это чисто эту в таймера смотрим внимательно заканчиваем с грушами вот эта груша не колновидная эта ветка рядом растет дерево самое умное у которой умнее вот я хозяев весны осень они берут вот этот отрезают вот и вот так еще выше немножко отрезает для чего и тогда люди думают что это растет просто штамп вот здесь а на самом деле это свесилась очень удачно ветка у меня таких десятки если не сотни еще покажу немножко внимание видите ничего не заметили вот это вот и вот это не одно и то же а смотреть глаза хозяева не одно и то же смотрите на этот листик это не он же ведь надо же нет же просто вот так вот выпрямить и одну вот эту показать не что это же придумать такое штампа нет посмотрите нету штампа и вот и нету штампа это красивый рисунок носим перестарались также обман светится ну как мне всем до всех донести ничего посмотрим их адрес телефон вот с грушами разобрались нет еще не все смотрим дальше сейчас еще сейчас состав вот еще полюбуюсь парами грушами еще парами грушами вот или хватит пока в общем для полной картины внимание находим изображение в яндексе и вдруг они скажут да все таки это наша 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 смотрим трам там даром 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 чья ваша кто-то может быть автор этого но авторская этот компьютерщик это не садовод вырастил ладненько давайте тогда обратно вернемся вернулись в общем еще мы там несколькими грушами ну время сэкономлю и так колновидное ну что еще вам колновидного показать абрикосы вот они вот это растет так густо густо если это не рисунок как то я тут затрудняюсь сказать или более талантливый этот самый художник он же компьютерщик но поверьте мне на следующий год ничего этого уже не будет плодушки 23 года все вот тут сделали ниже уже их нет на боковых ветках нет забыли отрезать они еще хитрят вот эти ветки отрезать это не колновидное это обычная груша обычный абрикос вот боковая ветка забыли отрезать а пишет колновидные в общем пока я еще короче так смотрим ну ладно давайте какой-нибудь ну что ли как бы сказать давайте уж совсем вот черешня везде будет плодоносить морозной как все с интернета все все до единой фотографии экономлю ваше время я и раньше у меня уже знаете сколько мне фильмов две с половиной тысячи вот только я перелома добиться не могу никак сейчас я вам персик покажу а почему да я взбеленился потому что вот это мой персик это мой мой личный это я лично фотографии делал я столько раз показывал теперь пусть они скажут вот сегодня не буду показывать ее в том плане эту свою маточную фотографию вот откуда дровишки назвать мой персик хасанский за это параллельно у меня записывалось а тут получается запись прекратилась ладно я параллельно записываю на этом еще из телефона с фотоаппарата так что продолжаем и так свою не показываю я жду когда хозяева вот это магазина подчеркивать обратятся ко мне с претензией ну например судебная досудебная вот с целью заказать меня это что я мешаю торговать что это они фотографии делали у них на каждой фотографии отпечатаются знаете там и дата и но это самое характеристики этого фотоаппарата ну и так далее вот пускай а я говорю не было в этой фотографии я уже сколько на это разоблачил вот и получается что если мы чуть-чуть назад вернемся так вот я вернулся чуть назад вот кому верить это все из интернета ну хорошо вы скажете белый лебедь нет валя косы белый лебедь это в нашем саду растет нажимаем похоже на в яндексе вашем саду ну тем более красотар чё там не растит то ну видели да так это еще не все смотрите внимательно похожее изображение вот этот мы с вами сейчас исследовали вот этот вот он в верхнем правом углу а этот развернули на сто восемь градусов и теперь что а теперь он уже есть другая якобы фотография ловкость рук никакого не рима фенства и третий вы представляете сколько в этих претендует на на белого лебедя вот это каждая фотография что мне с вами делать давайте теперь ой сколько там еще можно было бы поиздеваться даже еще раз говорю не нечего за это она это рот раскрывать на чужое не умеете сами выращивать тогда идите это торгуйте чем-нибудь другим там обуви или там этими чем-то еще торгуют красударе вот так вот куда бы нам еще посмотреть наверное что-то про них надо узнать о нас вот мы будем помаленечку закругляться но тут уже понятно тут лапши обрабатывается вот я вас прошу друзья раз он обрабатывается телефон разговаривает спросите откуда саженцы а вы знаете есть такое право спросить казалось бы гарантировано что саженцы их вот я нажал контакты вот из телефон вот тут кстати почему похоже что это номер то московский а где он находится в доме вроде московский прошу прощения забыл отключить телефон алё хорошо я открою дверь я записываю молча так все дети ко мне идут будущее садоводы дать вот почему абсолютно честными ращу так и так телефон похоже московский но и утащить не буду кому не лень позвоните спросить откуда дровишки почему я так спрашиваю краснодар округ вот она улица в этом самом я немножко ну вот она улица краснодаре вот почти все есть да и вот тут есть такая вещь которая меня возмутила 2 кроме того чтобы фотографии присвоили самовывоз невозможен а я уже с таким знаком мне уже жаловались ну там ладно 20 километров нет не приезжайте к нам питомник мы вас не пустим почему овчарки злые могут укусить я в двадцати километрах отличие за мне жалуются чек нахожусь этого питомника они говорят нет попасть а попасть это тогда была неделя-две 20 километров машину есть подъехал ну сколько там за полчаса не спеша накопали нет самовывоз невозможен пишет это вот так это еще не все здесь где-то написано что это это что это магазин контакты отзывы насчет гарантий уже ясно сейчас вам это вот тоже видели мы мои фотографии сейчас вам это эти же будут у нас так как где же там было знать что там было интересно интересно для меня и для всех оплата доставка отзывы по отзывы понятно обычно сами рисуют вот там было что это магазин где это слово магазин то поверьте что тут есть слово магазин если сейчас не найду если просто не найду еще раз контакты нажмем где-то было слово магазин а там был склад 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 ну ладно кому надо сами надеть в общем вы поняли друзья вот этого для связи телефон 7 ну можно сказать 8 475 510 19 63 я вас очень прошу на этом когда вы включаете громкую связь телефоне многие имеют возможность сейчас записывать разговоры запишите разговор я вас сейчас научу как первый вопрос у вас склад откуда на склад поступили саженцы вот ну желательно не просто этот самое государство бы обычно то это все у меня же знаете как получилось у меня ватсапу жаль не успел здесь показать не могу пришла пришли прислали фильм 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 очень толковый несколько крупнейших наших садоводов там были слова 95 процентов это все южное 95 то есть садов никогда не будет они на это обращали внимание на пересортицу обращали внимание ну то о чем мы сейчас говорим да вот то есть это не мое личное мнение и вот получается что они должны сказать ну например да в краснодаре выросли пожалуйста номер уже самого питомника адрес питомника ведь это что это это же склад склад понимаете доставка и оплата чертежи это слово склад ну ладно все равно вы мне поверите я не стал бы лишнего говорить вот значит второй вопрос можно будет замерзать допустим москве на урале сибири вам понятно скажешь они морозостойки понятно и тем более опять же вопрос где с какого хотя бы государства вот следующий вопрос на что привито если все это правда они с гарантию дают а раздают гарантию что должны сделать они должны вам сказать что привет она вот этот вот статик моя фотография он привит на этот нам манджурский абрикос аутомара столько с минус 50 с лишним их на что привито и тут они поплывут а потом вы скажете ребята у вас вы краснодарцы совершили чудо из чудес вы вас в фотографии с персиками с черешнями шикарнейшие это нобелевская премия что вы в россии вырастили такое невиданное чудо огромное количество плодов особенно на колновидных вот на этих вот вот они огромное количество плодов невиданное кто автор я хочу подружиться познакомиться сотрудничать хочу с вами приехать к вам что вам ответят ну я-то знаю что ну попробуйте у них все-таки выжать как хоть какой-то ответ вот так вот ну что будем заканчивать я в разволновался знаете как обидно ведь это так дурят и есть такое помните как у ракин говорю дурят нашего брата ой дурят вот полюбуйтесь на это чудо где когда в каком бреду могло получиться что это самое вот это растет нарисованы вот это нарисованы всегда запоминайте когда сзади размытый фон он никого отношения к этому не имеет это все нарисовано а ну при еще время минутка есть у нас смотрите найти изображение в яндексе один талантливый художник нарисовал персик внимание вы не устали вы не устали вы не устали а я еще вот так поставлю а то вдруг он в экран не входит обратно листая вы не устали ну и думаете это все это он же это еще добрая сотня фотографий в разных сайтах и это он же и это он же только название меняют вот такая страшная наша действительность был у меня в гостях один крупнейший садовод с мировым именем не буду его фамилию называть друг подставлю неделю у меня прожил вот он мне сказал на кубани ни черта не растет и персики не абрикосы толстая то толком яблони многие метку с картошки ужас какой-то но что вы творите а сколько из-за вас людям беды ведь последние копейки отдаем ну все вот из-за этой вот фотографии из-за этой вот фотографии вот вы попали мне вы попали мне в это на язык никуда от этого не деться следующий раз надо разбираться где чья фотография ну как можно вот это вот нарисованную предлагать людям а вот это нарисовано любой может убедиться что она нарисованная это одни держи груши использовали чтоб право все влево вот она прошу прощения ну принципе давайте друзья мы на этом закончим вот рад переключаться на детей а а я еще вам хотел показать а нет я сейчас нажму на кнопку еще успею может показать на через 29 минут 20 минут обычно работает потом сам отключается так сколько минут осталось до отключки так смотрим еще 7 минут тогда я спокойненько захожу вот сюда возвращаюсь вот вот это вот называется мой уникальный единственный на планете архив потому что таких фотографий нет больше ни у кого и нигде и никогда вот давайте я нажимаю сюда и так поправим вот это старая фотография 2007 8 год 9 вот сейчас мы будем искать искать бы медленно учиться ой я забыл дверь открыть так все простите но это жизнь чё особенно вот сейчас нашла вот сюда вот эта девушка вот мало того что успела вырасти еще двоих уже 1 уже 6 7 лет а второму уже 10 так что вот еще раз так дали саду я вас показываю так ну вот таких девушек можно показывать не будем не стесняются так пойдем дальше сегодня мне колодина звонила и говорила что у вас за за это самое ведь эту фотографию меня делали черный абрикос откуда взялся а черт узнать видите вот сейчас и вот так вот раз навел дата съемки 2007 год в общем все это доказательство что это мои фотографии но это так слову вот такие небольшие яблони у меня были только что к сожалению моциклисты сожгли сад где их было больше полутора тысяч вот это уже после пожара остатки несколько десятков деревьев выжило сейчас чем чем покажу вот эту фотографию ой какая популярная сколько из этих мошеннических сайтов присвоили тогда еще покажу ладно вот там где их моя физиономия а у меня все уникальное лучшие сорта в мире вот тут почему-то не не воруют эти фотографии а нет так сейчас как тернопольщина сайт нарисовал нет опубликовал мою фотографию с огромными абрикосами так и представь а думали что это а мне все равно прислали меня знают же на западной украине я ж оттуда родом оттуда прислали фотографии а я там выгляжу в качестве садовода счастливого который вырастил их саженцы их и получил вот такие вот абрикосы под 100 грамм вот и невдомёк им что до меня дойдет автора этой фотографии вот так вот вот это очень хорошо воровы ворует очень много вот эту это самое любимое у тех для нее не у мошенников ну присваивать на случайно ну своего сада нет даже вот эту это красноярский этот самый плодопитомник ой какой продавцы продавцы к у них питомник вот это вот это тут много фотографий учебных видите очень много вот а я все ищу вас не отвожу а я все еще мои мировые рекорды по колновидным вот статья настоящая колновидная это снимала телевидение так что у меня все за протоколировано то есть за задокументировано вот это мои колонны скромные ну это чего вас удивлять то вот мои гости именитые гости так сейчас все еще я все это фотографию еще мои личные сорта видите где линейка это моё а я тоже уже успели украсть не не раз вот линейку отрезают и все теперь это их фотография вот так еще что-то скромно показать но персики вот они вот эту фотографию серафим тоже любители воровать ой извиняюсь это занять займу взять вот эту вот тут как крыша соседского дома я мордой тычу это вот видите как бывает вот смотрите это персик мой хасанский привит на сливу на китайскую сливу а вот это шифер мои моего можно вот это сказать как артиллеристы говорят привязаться к местности вот я привязался там крыша дома здесь вот шифер сарая вот могу показать сарай вот это любители присваивать сувенир востока так а я все ищу я все еще но это тоже вот прям с линейкой переносят себе не догадываюсь что линейка фирменная так ну что проехали будем искать обратно вот будем искать обратно если сразу не найду тогда ее надо искать будет там где у меня отдельно персики вот персики вот 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 нету нету сейчас где-то я проглядел его тогда мы глянем еще у нас осталось две минуты тогда мы будем глядеть знаете куда мы будем искать фото персиков вот тут теперь искать вот мои персики это уже посвящена только персиков вот вот там за блоками там если сейчас я его не найду я все равно его найду попрошу немножко удлинить это этот фильм потому что а вот он красавчик хуй аж отпустила ну что смотреть глаза где вы там сейчас внимательно смотреть внимательно так где мы были вот нет это все тут же сейчас 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 ага во ну что еще раз говорю смотреть глаза внимание какие-то нюансы все заканчивая последняя минута я успел вот внимание нюансы еще раз вот вот так вот весна-осень магазин по продаже умирающих саженцев не звезд откуда взятых вот извините за то не надо было это вот жизнь положил чтобы все это вырастить чтобы все это довести до 40 градусных морозов недоступных не это которые стали нормы ну не стыдно кубань что не могли вырастить свое а так у вас и цели такой не было купи продай все друзья до свидания